Затканалы распространяют информацию о том, что Пригожин оказывается жив. В африканском чаде заметили человека подозрительного, похожего на Пригожина. Сейчас покажем эти кадры. Но тут, конечно, наверное, всё-таки некая ирония, потому что лицо этого человека замазано. Но это не мешает этим телеграм-каналам с миллионной аудиторией говорить, что похожая манера поведения, жесты. Ну и всё-таки ещё и говорят о том, что этот ролик опубликовали на канале Пригожина. Я почему-то тему затронул, потому что она всё-таки появилась в информационном поле. И наша разведка украинская говорит о том, что каких-то фактов, которые именно подтверждают смерть Пригожина, их нет. Да и вся эта история с Пригожиным, она очень странная и дальше хорошо раскроет последующие темы изменений в военной структуре России. Вот хотел бы услышать ваше мнение на этот счёт. Что ж всё-таки с Пригожиным? Это действительно ликвидация или это было такое исчезновение, скажем так? 23 августа 2023 года российские спецслужбы по приказу диктатора Путина ликвидировали, убили Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина и Валерия Чекалова. Это руководство так называемой ЧВК «Вагнер», это не частная военная компания, это была такая личная армия Кремля и лично Путина, армия убийц, головорезов, наёмников, от которой они приняли решение избавиться после того самого всем известного скандального вооружённого мятежа 23-24 июня прошлого года. Соответственно, все вот эти слухи о том, что он якобы жив, да, действительно, один из политологов распространял фейк о том, что этот человек якобы жив, что якобы это такой хитрый план, он где-то в Аргентине или ещё где-то. Всё это было вброшено по согласованию с российскими спецслужбами с тем, чтобы наёмники, лично преданные Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину, не попытались мстить и чтобы исключить возможности реванша и повтора рецидива вот этого вооружённого мятежа. Это было сделано только для этого. А сейчас те люди, которые стоят за пабликами, вот этими Z-пабликами, связанными с Евгением Пригожиным, у них задача реанимировать затухающую искру, сделать всё возможное, чтобы то подразделение, которое дискредитировано, по сути дела разрушено под давлением российских спецслужб, чтобы оно было реанимировано, чтобы хотя бы каким-то образом использовать этот известный бренд ЧВК «Вагнер» на территории ряда африканских стран. И наёмники теперь идут к ним неохотно. Им нужно опять создать ореол, что якобы это такой хитрый план, что якобы Пригожин жив, якобы он созванивается с Путиным периодически. И они просто это мистифицируют, мифологизируют с тем, чтобы продолжать делать бизнес на смерти, не более того. Ещё раз подчеркну, было убито сразу несколько людей, которые стояли у руля ЧВК «Вагнер». Их имена я уже называл Чекалов, Уткин и Пригожин. Вместе с ними погиб экипаж, самолёт бизнес-джета «Эмбраер». И, конечно, после падения с такой высоты выжить фактически невозможно. Ну и плюс ко всему ещё и у нас есть определённые инсайды от тех людей, которые работали в офисе Евгения Пригожина, с Евгением Пригожиным, кто работали в Питере в его офисе, сотрудничали с ним в Сирии, в Судане, в Мали. И всё это у нас собрано воедино. Готовится большой пакет для организации международного расследования по этой террористической организации. И здесь не нужно считать, что если Уткина или Пригожина они убили, то можно закрывать глаза на все те страшные преступления, которые они совершили на оккупированных территориях Украины. Эти преступления должны быть расследованы и на национальном уровне СБУ, и офисом генерального прокурора Украины. И это делается, насколько я понимаю. И на международном уровне мы всё равно будем ждать ордеров и решений и Международного уголовного суда, и Международного трибунала, потому что там есть целый ряд параграфов, которые подпадают именно под их подсудность. Продолжая тему вышесказанного, но уже немножко в другом ключе, что вообще происходит? Задержан замначальника Вадим Шамарин, дальше Тимур Иванов, Юрий Кузнецов, Иван Попов. Вот это вот всё, это что вообще такое? Это сигнал о том, что Россия начала всё-таки бороться с коррупцией? Или это зачистка нелояльных? Или это как следствие неудовлетворённости результатами военного положения? В апреле внутри силового блока, а именно по линии Министерства обороны, не просто начали распространяться слухи, а начал прорабатываться вариант вооружённого мятежа, но уже не ЧВК Вагнер, а целым рядом подразделения регулярной армии. Это, конечно же, не могло не вызвать опасения, истерику в Кремле. И, конечно, верные ему, ФСО и ФСБ, диктатору Путину, разработали целую спецоперацию, которую между собой они называют «воры в погонах». Есть «воры в законе», это криминальные лидеры, а здесь речь идёт о «ворах в погонах». Целый ряд генералов, российский генералитет – это абсолютно такое коррумпированное сообщество, которое на протяжении более 10 лет зарабатывало огромное количество денежных средств, ну, зарабатывало, конечно же, я беру там, в кавычки, похищало, речь идёт о миллиардах рублей, и они наживались и на войне, и на учениях, и так далее. И здесь не нужно их идеализировать и говорить, что они хорошие, потому что они воровали, а значит, они ослабляли армию, они помогали. Нет, они как раз и были у руля, у истоков этой страшной подлой войны, с тем, чтобы с помощью войны усидеть в кресле ещё какое-то количество лет до её окончания. Они не верили в то, что Путин решится на их отставке, увольнении и аресты. И они, конечно же, с помощью войны списывали огромное количество денежных средств и увеличивали свои бюджеты, как Пакман, пожирали ещё больше денежных средств из бюджета Российской Федерации. И вот то, что происходит, да, конечно же, сначала это зачистка, это отставка всего руководящего состава Министерства обороны, и потом полномерная зачистка, задержание тех лиц, которые были недовольны политикой Путина, которые проявляли свою лояльность Сергею Шойгу, и которые рассматривали вариант осуществления в России вооружённого переворота. В том числе, да, я говорил, что скоро аресты продолжатся, и уже оперативники с следователями пришли и задержали Вадима Шмарина, это начальник главного управления связи Минобороны, генерал-лейтенант. И вот эта вот скамейка арестованных генералов, она будет пополняться в СИЗО Лефортово. Среди сотрудников уже шутки ходят, что у них СИЗО превращается в Дом-2, потому что ФСБ и ФСО нашпиговывают по полной программе все эти камеры негласными датчиками аудио-видеозаписи и слежения с тем, чтобы в режиме онлайн слышать и наблюдать, что генералы там в сердцах говорят с сокамерниками, вслух, с адвокатами между собой. И там уже ходит такая шутка, что скоро появится в Лефортово генеральский продол. Коридор, корпус, который будет забит генералами Минобороны. Но это вполне очевидно, потому что сейчас пришел к рулю Министерства обороны один из главных счетоводов Путина, который подтягивает своими заместителями аудиторов счетной палаты. То есть понятно, что их функционал — это не война, а это аналитика, это проведение инвентаризации, большая комиссия и, конечно же, разоблачение вот той самой триллионной дыры, которую Шойгу, Циаликов, Иванов и их сообщники создали. Одни думали о вооруженном перевороте, и в какой-то момент он был действительно реалистичный. Если бы они были более решительно и согласованы в своих действиях, то тогда не было бы уже, конечно же, той ситуации, которая происходит с ними сейчас. Многие из них, оказываясь сейчас в условиях камеры СИЗО, думают о том, что, возможно, имелось смысл поддержать и Пригожина, возможно, нужно было действовать решительнее в марте-апреле, но история не терпит сослагательного наклонения в режиме «если» никто не работает. Поэтому то, что происходит, их будут закрывать, сажать формально, пока им предъявляются обвинения во взятках в особо крупном размере, речь идет о миллиардах рублей, в хищениях в особо крупном размере и так далее. Но, судя по данным наших источников, вполне возможно, что обвинение будет более тяжким и превратится в действия преступного сообщества, это 210-я статья Уголовного кодекса. И также в недрах ФСБ до сих пор продолжает расследоваться, собираться материалы по вооруженному мятежу, вот этой вот измене 23-24 июня. И, соответственно, там целый ряд тех генералов, которые так или иначе сочувствовали Пригожину, Уткину и оказывали им содействие, либо несопротивление тому захвату штаба Южного военного округа, они тоже постепенно задерживаются, арестовываются, как вот на днях генерал-майор Иван Попов. И они тоже, соответственно, пополняют СИЗО, и я думаю, что они за горами задержания и Руслана Цаликова, с одной стороны, вот по линии гранд-коррупции, и Сергея Суровикина, который, конечно же, был соучастником событий 23-24 июня прошлого года, оказывал протекцию Евгению Пригожину и вместе с ним замышлял определенный план. Так что, в общем, две конкурирующие группы соберутся в Лефортово, будут такие две банды, и как они будут выяснять отношения в сборных отделениях, в прогулочных двориках, в банях, будет наблюдать ФСБ, наблюдать, собирать информацию еще больше, для того, чтобы докладывать диктатору, как они успешно предотвратили сразу два государственных переворота. Но на самом деле нужно отдать должное, здесь, конечно же, и ничего этого не было, если бы не было такого мощного сопротивления российской оккупации со стороны ВСУ и со стороны украинского народа. То есть в чем-то можно сказать, что задержание, ареста вот этого генералитета команды Шойгу, это результат в том числе и таких решительных действий украинских генералов. Потому что если бы у Шойгу, Циаликова, Иванова и их генштаба получалось бы эффективно продавливать оборону и захватывать все больше и больше новых территорий, конечно, эти генералы были бы на коне, получали бы очередные звания, медали, героев, были бы обласканы. С учетом того, что они более двух лет не могут справиться с армией, которую, как они, по их отчетам, превосходили во много раз, значит, здесь, конечно, для них это позор. В данном случае они дискредитированы в глазах диктатора Путина, их задерживают и арестовывают. Поэтому здесь вот в чем-то есть такая доля бумеранга и справедливости в том, что те, кто воевали, сейчас сами оказываются в камерах. Но пока они оказываются в камерах Лефортова по обвинению в экономических преступлениях, я думаю, что впереди у них после транзита власти и ротации в Кремле еще и путь в Гаагу по тем обвинениям, которые для них подготовлены либо готовятся в самое ближайшее время. Потому что очевидно, что это не просто мафия воровай, а это еще и кровавые убийцы, которые убили огромное количество ни в чем не повинных людей. И за это они должны будут ответить и на международном уровне, и на национальном уровне в Украине. И я думаю, что со временем после ротации власти и прихода адекватных людей в Кремль и в Белый дом в России еще и на национальном уровне за развязывание вот этой преступной войны и смерть, гибель огромного количества и украинцев, и россиян. Вот вы сказали правильно, что в режиме «если» ничего не работает. Ну, когда вспоминали, что, может, нужно было поддержать там Пригожина какие-то вот эти саботирующие факторы, настроения, действия. Ну, мы-то понимаем, что тогда этого не было, этой поддержки, потому что они четко понимали, Путин вот свою вот эту клаку, ближнее окружение, он не трогает. Ну, зачем нам как бы париться, что-то там свергать? Не было таких кейсов, не было опыта, где Путин кого-то бы из нас там трогал. Теперь тронул. Вынужден был ли приструнить, не знаю. Но все-таки фундамент обрушился в некоторой степени, потому что это люди, которые принадлежат к силовому блоку, они принимают решения, у них есть, это именно силовая локальная власть, то есть люди в подчинении с оружием. И эти люди в подчинении с оружием, они увидели, что, в принципе, неприкасаемых нет, и что вот эта вся история, как бы, мы тут будем до конца войны, будем все наворовывать сколько угодно, результат-то нам особо не важен, мы-то себе все это забираем. Они понимают, что теперь это так не работает. То есть они как себе это объясняют? А что теперь, из-за коррупции будет это все продолжаться, теперь нас тоже будут сажать? Ну, в общем-то, знаете, такое ощущение, что была запущена бомба вот этого замедленного действия. Действительно ли это так? Вот разделяете ли вы эту логику, и к чему она может привести, и может ли привести? Потому что, с одной стороны, он-то запустил этот механизм, а с другой стороны, еще раз проявил, что власть в его руках, и что он, в принципе, может делать все, что хочет. С одной стороны, то, что мне известно, именно задержание, аресты таких персонажей, как Кузнецов, это начальник главного управления кадров Минобороны, Тимура Иванова, замминистра обороны, который курировал финансирование, распределение лимитов бюджетных обязательств, то есть, по сути, рулил бюджетом и распилом бюджет армии. Вот их задержание, аресты, они вызвали, скажем так, волну воодушевления, приливы сил в российской армии, потому что задерживают коррупционеров, сколько можно воровать и так далее. Но вот задержание, например, Ивана Попова, это, конечно же, очень сильно сейчас деморализовало целый ряд боевых полковников и генералов, потому что они видят, что ФСБ может задержать любого из них. И пока они в зоне боевых действий, в их подчинении, дивизии, полки, тяжелое вооружение, и они на коне. А когда они возвращаются в Россию, в дом, они становятся обычными беззащитными гражданскими, которым ранним утром в любой момент, в 5 утра, могут заявиться оперативники ФСБ вместе со спецназом, очень жестко задержать, положить лицом в пол, заковать наручники за спиной, ну и, в общем, дальше предъявить какие-то позорные для российского офицера обвинения. И там, конечно же, ходят определенные слухи, люди между собой все это обсуждают. Я не знаю, насколько это масштабно, у нас информация приходит эпизодически обрывчато, потому что она не так много времени прошла с периода задержания Попова. Но в любом случае, конечно же, еще в российской армии остается определенный ряд полковников и генералов, которые недовольны и происходящим, и в том числе прекрасно понимают, что и на них есть папочки. И, в общем, если они в какой-то определенный момент вместе со своими подразделениями и бойцами примут решение завязывать, заканчивать, участвовать в этой подлой войне, заканчивать, творить зло на чужой территории и решат возвращаться домой, в том числе, чтобы и освободить своего друга, своего коллегу Попова, которого многие из них уважают, и для того, чтобы в целом наводить порядок, потому что очевидно, что это же невозможно сказать, что Шойгу был вором в погонах, с мафией крал, а Путин ничего не знал и ему ничего не докладывали. Конечно же, любой человек, который хотя бы немножко имеет представление о системе в России, понимает, что эта коррупция была контролируема. Им давали эти места для кормления, им давали возможность обелечивать, пионерить, единоросить российскую армию, и в какой-то определенный момент просто Путину показалось или не показалось, что собирается вооруженный мятеж, и он предпринял это такое, дало добро на проведение этой спецоперации воры в погонах. Конечно же, еще раз, я не исключаю, что до конца июня возможен будет рецидив вооруженного мятежа, но уже с участием целого ряда подразделений российской армии. Конечно, с учетом волны арестов их вероятность снижается, но тем не менее, пока еще такие шансы или риски остаются, и все зависит от того, насколько эффективно ФСБ будет их отзывать в Москву для якобы консультаций и задерживать, или насколько будут промедлительные или непромедлительные действия вот этих военно-начальников, которые пока воюют не с теми, кто им на самом деле угрожает. Но я вас уверяю, что в Лефортово уже отставят этих военно-начальников, задержанных генералов и замминистров обороны, они, конечно, каждый по-своему, но прекрасно понимают, что они явно пошли не туда, и все последние годы совершали такую фатальную ошибку для себя, для своей карьеры и для страны в целом. Спасибо за ответ. В принципе, понятно все по этой теме. Владимир, это была интересная беседа. Я вам благодарен, что вы отвечали на мои вопросы, что уделили нам ваше время. И хочу, пользуясь возможностью, вы вспомнили про ваш телеграм-канал, также попросить наших зрителей подписаться на ваш телеграм-канал и следовать также вашим ресурсам, ну и нашим каналам 24-го. Владимир, спасибо вам большое. Да, если можно, на YouTube-канал, в первую очередь. Все-таки пока там нас не заблокировали и в Украине, и в Европе, и в США. Надеюсь, и не заблокируют. Мы будем спокойно продолжать работать для нашей аудитории в разных странах мира. Спасибо вам. Так точно. Мирного неба над головой всем. Коррупции скоро в Российской Федерации не будет. Вот попересажаются генералов, возьмется Белоусов за дело экономической мощи, прибыли и поднятия ВПК и всей экономики России на новую планку просто-таки. Не будет ничего. Будет одно сплошное телевидение, да, будет одно сплошное процветание. Почему-то, мне кажется, Игорь Владимирович, что мы политику не будем обсуждать, ну что, даже здесь о коррупции и речи не идет, и не пахнет, потому что коррупционеры там все и каждый. Но даже вот такие вот, возможно, это какой-то антикоррупционный рейд, и я не права, оно ничего не даст, потому что система прогнила настолько, что не поможет ни посадка генералов, ни назначение Белоусова. Ну, мы понимаем, что российская экономика, она, ну как бы, построена на коррупции сейчас. Она без этого не работает. На меня народ сердится, когда я говорю, что без коррупции в России было бы еще хуже. Это такая неприятная мысль. Я понимаю, что народ сердится, говорит, ну как же, вот надо же жить по-честному и вот без всякой коррупции. Но беда в том, что российский чиновник, если он не берет взятку, то он вообще не знает, что он должен делать и какую политику проводить. А тот хоть взял, хоть что-то сделал, хоть кому-то что-то разрешил, а если взятку не дать... Мне сегодня, знаете, как народ, оставшийся в России, пишет, большая беда пришла в Россию. Я говорю, какая? Очень многие чиновники российские уже столько наворовали, стали такими богатыми, что перестали брать взятки, не берут откаты, но и ничего не делают, ничего не решают. Катастрофа полная наступила. Вот вы не видите, какие проблемы в России. А в России народ наворовался так, что уже брать взять не хочет, потому что опасно, но и ничего не решает. Это что-то новенькое вообще, надо патент срочно. Это не новенькое, вот вам это новенькое, я старенький, я много чего помню. Я помню, как один мой знакомый, только не буду называть фамилию, замминистра одного министерства, он ушел в отставку. Я говорю, что ты уходишь в отставку? Он говорит, слушай, я уже наворовался столько, что я это и на низких поколениях не потрачу. Мне надоело, я ухожу, буду жить спокойно, на свое удовольствие. Я уже столько наворовался, что мне уже хватит до конца дней, и на поколение два вперед не хватит. Так что это не новенькое, просто это стало массовым. Раньше это было редко, а на уровне замминистра, федерального министерства, сейчас это более, и возникает ситуация, они вообще ничего не делают. Я не шучу, мне говорят, вы придумываете какие-то страшилки. Да нет, посмотрите ежегодный отчет из счетной палаты России, она все время фиксирует, что ежегодно в российском госаппарате остаются огромные остатки не израсходованных денег. То есть бюджет дал деньги, а чиновник их не потратил. Зачем им утратить? Потратишь, предъявит какое-то обвинение в том, что неправильно потратил. А не потратил, ничего, в общем, тебе особенно не предъявят, уголовных обвинений не будет, и все будет хорошо. Но а то, что экономика не живет, и людям живется плохо в этой неживущей экономике, где не тратятся деньги на нужные цели, это не важно. Главное, чиновнику спокойно, а денег ему хватает. Игорь Владимирович, а действительно ли Белоусов он такой книжный, больше экономист, чем практик? Конечно. Он очень умный, он очень квалифицированный, он очень, как вам сказать, фанатичный. Есть такое понятие. То есть он пришел, скорее всего, не взятки брать, а он вот фанатик. Он, в общем, видит себя как спаситель Отечества вместе с Путиным. Он такой человек очень идейный, православный, алтарник, если кто-то знает такую позицию церкви. Это не воцерковленный, но вот участвующий в действиях церкви, то есть как бы мирянин, участвующий в церковных процедурах и, в общем, такой на постоянной основе. То есть он как бы вот пришел, чтобы спасать Россию. Но, конечно, спасти Россию тяжело, и я сразу сказал, что как только он пойдет в министерство, его тут начнут пытаться скомпрометировать, уже процесс пошел, уже начался огромный полив грязи на него, так что это все закономерно, потому что человек приходит портить людям нормальную, красивую, доходную жизнь. Кто же такой потерь? Ну да, это правда. Жизнь пока недоходная, зато возрастает, я так понимаю, показатель продажи розничных спиртных напитков. Крепость выше 25 градусов. У вас, и нашла я эту информацию, читаю всегда в вашей телеграмме, Игорь Владимирович, интервью смотрю. И крепких, я так понимаю, больше покупают. О каких тенденциях это говорит? Ну что, жизнь не веселая, а в России всегда будет жить тяжело. Почему российский человек пьет? А потому что без этого ему не выжить. Для россиян водка это же не алкогольный напиток, это никто не понимает. Это обезболивающее, это антидепрессант. Без водки жить нельзя, потому что жизнь такая, что, в общем, только принял на грудь, забылся и как-то пошел на следующее работу. Поэтому, поскольку жизнь становится все менее веселой, вопреки утверждения президента, то растет и потребление. Причем, обратите внимание, что 7,2 литра крепкого алкоголя на душу населения, включая, значит, лежащая в коме и младенцев, это без учета самогона. А самогона в России сейчас, значит, лучше, чем в СССР, потому что 20 лет в России массово продавали домашние самогонные аппараты, раньше это было сложно делать, нужно было найти умельца, который тебя склепал бы. А теперь вот продавали довольно активно 20 лет огромное количество таких хорошо сделанных, фирменных, красивеньких самогонных аппаратов домашних, так что народ в этом смысле подготовился серьезно, вооружился, обзавелся основными производственными активами, так что 7,2 это без учета самогона, а гонят и гонят, и это, в общем, такая дополнительная история. Очень характерно, что вот вышел новый список Форбса, значит, «Самые богатые люди России», в нем появилось как бы две такие очень интересные истории, там, во-первых, больше всех разбогател как раз владелец сети «Красное и Белое», вот эти алкогольные магазины, но в том числе и продуктовые, а второй очень успешным новичком в этом списке стал владелец сети «Семофора», это самый дешевый продуктовый магазин на России такие называется «Продуктовые склады», «Продсклад», не супермаркет, а «Продсклад». Ну, то есть россияне реально беднеют, покупают товары только в самых дешевых магазинах продовольствия, а сэкономленные деньги пропивают, потому что иначе жить невозможно. Вот вам картина российского бытия, чтобы вам россияне не рассказывали про то, как они славно и чудно и дивно живут, по факту их потребления продуктов питания и алкоголя картина вырисовывается совершенно другая. Да, Игорь Владимирович, они когда прилетают беспилотники пишут, что может пить, чтобы мне так страшно было. И вспомнил нас, не помните, когда маленький принц говорил с пьянчужкой, говорит, что это ты делаешь? Он говорит, пью. Говорит, почему ты пьешь? Чтобы забыть. О чем забыть? Хочу забыть, что мне совестно. Совестно от чего? От того, что пью. Вот так как-то по кругу все и ходит, правда? Да, Верно. Финляндия в ответ на разносторонние провокации Российской Федерации в Балтийском море выступила с инициативой заблокировать теневой флот России. И почему мне кажется, что на фоне того, что именно сырая нефть после ударов по НПЗ и сокращения минимум на 14% нефтепереработки этих возможностей Российской Федерации являются ключевым ресурсом сейчас для нее. И если такая инициатива будет введена и заблокируется теневой флот в Балтии, то для России это будет и экономическим ударом в первую очередь. Насколько сильным, если это действительно так? Ну, если это получится, то это довольно серьезный вопрос. Значит, здесь прелесть ситуации в том, что формально это даже не будет выступать как некая агрессия против России, потому что флот-то не принадлежит России, он же ходит под чужими флагами. Также, если будет перекрыто Балтийское море для кораблей каких-то третьих стран, то формально это просто какие-то корабли каких-то стран, которые чем-то случайно загрузились в Балтийских портах и куда-то поплыли по Балтийскому морю. Вот, конечно, это такая забавная история, и, в общем, Россия даже не может как-то грозно сказать, что это нарушение ее суверенитета и угроза ее с независимостью, потому что это не ее корабли. Но, в принципе, конечно, эта тема разумная и очень интересная. Я, как человек, живущий как раз на берегах Балтийского моря, очень бы это дело приветствовал, потому что корабли эти старые, и угроза всякого рода экологических аварий достаточно велика, и запачкать Балтику легко, очистить тяжело. Поэтому, конечно, в этом есть резон, и если помните, это не первый раз тема поднимается. Сначала пытались уговорить датчан, перекрыть проливы для таких кораблей, но датчане тогда как-то немножко струсили и ушли в кусты, хотя было предложение Евросоюза. Но, видимо, сейчас ситуация становится более такой жесткой, да и финны вступили в НАТО за эти месяцы, как бы у них теперь другой звук голоса государственного появился. Вот я думаю, что это интересная тема. Не знаю, как это будет сделано, потому что, конечно, тогда надо будет все-таки либо ставить какие-то суда, которые будут не пропускать эти корабли, либо просто перекрывать вход, скажем, в проливы, даже со стороны Атлантики в Балтийское море. Посмотрим, как это может быть сделано технически, но это может быть серьезным ударом, потому что, ну, по тем данным, которые, в общем, у нас есть, примерно треть российского нефтяного экспорта идет через Балтику, и тогда все пойдет уже только через Новороссийский Дальний Восток. Новороссийский порт, как вы понимаете, теперь не очень надежный, потому что Черноморский флот из Черноморского региона изгнан, сидит где-то в бухтах спрятанный, море не выходит, своих караванов защищать не может. Атаки идут на Порт-Новороссийска, поэтому, значит, соответственно, надежность поставок нефти через Порт-Новороссийска сомнительна, ну, а, в общем, через Дальний Восток не очень много можно отправить там, для того, чтобы оттуда отправить. Дело в том, что надо сначала от нефти довезти, а российские железные дороги, они очень перегружены, и они уже начинают захлебываться, начинают выкидывать разные виды груза, вот сейчас, чтобы можно было продавать нефть, значит, начинает дискриминировать угольную промышленность, не давать ей перевозки, а тогда угольная промышленность России вылетела уже в убытки. Так что тут, как Тришкин кафтан, и ситуация непростая. Поэтому, если это предложение будет реализовано на практике, то это очень тяжелый удар по нефтяному экспорту России, и, соответственно, по доходам российского бюджета. А насколько тяжелые, насколько колоссальные могут быть убытки, и во временном промежутке, насколько быстро это болезненное яд может подействовать? Ну, это, значит, считайте, что если мы получаем где-то там около 240 миллиардов, значит, из этого 60 миллиардов, допустим, у нас нефть, то, ну, где-то 120, значит, ну, где-то порядка 30-40 миллиардов потерь. Это серьезная тема, это большие потери для российского бюджета, и это, в общем, конечно, такая абсолютно кризисная ситуация для российской нефтяной промышленности. Надо же понимать, что есть как бы тема бюджета, есть еще тема нефтяной промышленности, которая является донором бюджета, и сейчас российский бюджет, он высасывает все деньги из нефтяной промышленности, чтобы заткнуть текущие дыры финансирования войны. Но нефтянка уже довольно тяжело живет, потому что, в общем, с них берут уже довольно давно, отбирают прямо на скважине, что называется, независимо от цены экспорта берут налог, и поэтому нефтяная промышленность идет к таким тяжелым временам и может стать убыточной. Я понимаю, что когда ты говоришь убыточная нефтяная промышленность в России на тебя все смотрят с диким ужасом, что ты несешь за пургу, но я напоминаю, что в 90-х годах очень многие нефтяные компании России были убыточными, была тогда просто низкая очень цена, и многие компании казались убыточными, потому что издержки добычи нефти в России высокие, они самые высокие в мире, это все есть в интернете, можно менять, легко проверить, есть исследования, которые говорят, что добыча нефти в России уже давно самая дорогая в мире, а сейчас она становится еще дороже, потому что годы идут, исчерпываются самые богатые, самые дешевые в добыче месторождения, и уже в России такая огромная проблема, как так называемый ТРИС, трудноизвлекаемые запасы, это все больше доли, если нефтянку будут забирать, отнимать деньги, и она лишится доходов от экспорта, то она не сможет просто добывать нефть, и начнется, ну что называется, разрушение нефтяной промышленности России, что поправить будет почти невозможно. Игорь Владимирович, наверное же великие умы вокруг Путина, и представители Роснефти, не только они же готовились к такому варианту развития событий, у них есть запасные вспомогательные планы на такие случаи? Да ну знаете, ведь вот как бы другого глобуса не завезли, и как-то к северу от России как-то очень мало потребителей, которые могли бы покупать нефть через северный морской путь. Там знаете, как-то льды из США с Канадой, а у них, если вы знаете нефти свои, залейся. Канада, в общем, она крайне богата нефти, могла бы экспортировать в разы больше, чем она сейчас экспортирует. Да и США сейчас крупнейшая нефтяная держава, так что по северному ледовитому пути значит вот не отвезешь никуда. Вот и он там плохо проходимый, плохо оснащен, так что там части нет. А к югу только Индия и Китай, и тут тоже проблемы. Начинаются какие-то совершенно невероятные поинтересности истории развиваться. Значит Россия сейчас придумала, что она будет строить железную дорогу в Пакистан, чтобы возить туда нефть. Но Пакистан исконний враг Индии, и если Россия начнет массово поставлять нефть в Пакистан, то она рассорится с Индией, Индия перестанет покупать. А больше никаких крупных покупателей там нет. Как вы понимаете, дальше там начинается Саудовская Аравия и прочие арабские страны, у которых с нефтью и газом тоже, как вы знаете, совсем неплохо. Иран, поэтому тут в общем особенно не разгуляешься. Так что в этом смысле ну альтернатив и планов ну не очень много, их просто нет. Индия и Китай остается, если они останутся вот так одни, то и цена же будет копеечный, еще меньше, чем сейчас? Ну конечно, уже сейчас по статистике 90% российского нефтяного экспорта это Индия и Китай. То есть две страны полностью в общем называется абсорбируют все, что добывает российская нефтянка. Естественно, в этой ситуации они диктуют цены. Это уже давно, я это наблюдал много лет назад, когда Россия легла под Китай с поставками угля. Китай навязал крайне невыгодные цены поставки угля. Потом Россия легла под Китай с поставками газа и Китай навязала Газпрому безумно низкие цены в разы ниже, чем по Европе. Так это остается до сих пор. Ну и мы понимаем, что конечно они диктуют цены по нефтянке это не очень легко отследить, потому что закрытая статистика. Но в общем по их внешней торговой статистике можно понять, что да, они берут большую скидку с цены бренда. Это понятно. И я так понимаю, что делать с той нефтью и куда она будет уходить, которую нельзя не продать в виде сыром, которую нельзя и переработать, потому что мощности падают и дальше. Дело не в том, что просто мощности падают. Она просто в таком объеме России не нужна. Вся экономика России построена на Эйфлорте. Не надо об этом забывать. И очень многие отрасли России имеют мощности избыточные по отношению к внутреннему рынку. По-моему, что-то по черной металлургии совершенно безумное превышение. Чуть ли не в разы можно производить металла больше, чем нужно в самой российской экономике. И с нефтью и газом та же самая история. Все же было рассчитано на грамотную, разумную политику экспорта в Европу, что кормила практически где-то с конца 60-х годов, с начала 70-х Россию. Она на этом жила, богатела, решала все свои проблемы. Можно было ни черта не делать. Доходы от экспорта нефти и газа покрывали все проблемы. Можно было спокойно гнать гонку вооружений, даже как-то подкармливать население. Но Путин-то ухитрился сломать поставки в Европу. А теперь он привязан к этим двум рынкам с низкими ценами и, в общем, ограниченной емкостью рынка. Поэтому, конечно, ситуация для России крайне тяжелая и она безнадежная. Да. Атаки на НПЗ между тем продолжаются. Эвакуировались сотрудники нефтеперерабатывающих предприятий в Татарстане, в частности, в Казани, в близлежащих населенных пунктах. По разным подсчетам от 14 до 17% нефтепереработки России уже остановлено. Действительно ли это так, насколько эта цифра глобальна? И не кажется ли вам, что уже мы не слышим и предостережения от сильных мировых игроков, в частности, от Соединенных Штатов Америки, что, мол, не бейте, не бейте, просто ничего не комментируют. Тишина. Ну, с другой стороны, смотрите, атаки тут уже давно нет какого-то скачка цен на нефть вверх. То есть, мировой рынок не очень реагирует, обратите внимание. А этого и боялись. Но, видимо, как-то адаптируется, и это понятно, потому что, на самом деле, емкости нитяного рынка, они большие, но возможности наращения не тоже не маленькие. Мы все время в последние месяцы не произносим слова «сланцевая нефть». Между тем, как только цена поднимается на нефть, сланцевики просыпаются, выходят из берлоги, начинают добывать нефти значительно больше. Это как бы регулирующий фактор уже давно. Поэтому, если вдруг российская начнется сокращение экспорта и начнут подниматься цены на нефть, то тут же начнутся дополнительные добычи на, соответственно, вот этих нефтяных месторождениях. Так что тут особой надежды у России нет. Она проспала «сланцевую нефть», она ничего не сделала. Она в этом смысле игнорировала эту угрозу, а угроза реализовалась. Теперь сланцевики являются как бы таким регулирующим элементом нефтяного рынка. Поэтому, ну, американцы изначально боялись, что атаки на НПЗ пытаются увеличить экспорт. Вот обратите внимание, что был же введен запрет на экспорт моторного топлива. А сейчас сняли на месяц, на июнь, сняли запрет на экспорт, потому что нефтяные компании, видимо, в очень плохом финансовом положении. И, несмотря на то, что начинает нарастать дефицит топлива на российском рынке, им разрешили экспортировать. Потому что, ну, как бы выбор какой. Либо поддерживать, поставить внутренний рынок, либо банкротиться. Нефтяные компании не перестанут давать деньги в бюджет, начнут закрывать скважины, блокировать скважины, заливать скважины, это называется цементировать скважины, и начнут увольнять людей. Это не шутки. Мне кажется, что люди не очень понимают, что российская экономика на глазах резко меняется. Но вот давайте я зайду с другого бока. Мы посмотрим на ситуацию с региональными бюджетами России. Мы увидим, что в России существенно выросло число регионов с упавшими доходами. И в четырех регионах России доходы бюджетов региональных упали катастрофически. И кто это такие? Канты-Мансийский округ, Тюмень и прочие вот эти регионы с добычей нефти. Да, еще республика Саха, Алмазная наша республика, тоже рухнули доходы. То есть у них ситуация плохая, мало прибыли нитяных компаний. То, что есть, отбирает бюджет, в регионах остается мало прибыли. И если, соответственно, еще не дать им хоть немножко экспортировать, то там, что называется, региональные бюджеты упадут, начнется увольнение людей, начнется, так сказать, социальное недовольство. То есть такая ситуация невеселая. Поэтому, хотя сокращается производство из-за атака дронов, значит, российским нефтяным компаниям на июнь разрешили экспорт, чтобы хоть что-то заработать, чтобы они хоть как-то выжили. Вот такая дикая картина, она именно такая. Возможно ли еще и такой вариант, что Индия и Китай могут найти себе тоже других поставщиков по лучшим ценам? И кто из сильных игроков может заменить российскую нефть вообще в целом сейчас? Да игроков-то тем отьмуще, знаете, Ирина. Дело в том, что, скажем, есть такой прикопанный, как бы, на первом рынке игрок, как Венесуэла. Там все очень сложно. Там ее то пускают на рынок, то опять не пускают, потому что американцы пытаются заставить своими санкциями Венесуэлу хоть как-то вести себя более-менее прилично в политическом плане. Но Венесуэла богатейшая страна по нефти. Если ее открыто выпустить без всяких ограничений, то она очень многое может поставлять. И был уже в этом году момент, когда даже Индия начала отказываться от закупок российской нефти и начала покупать нефть у США и у Венесуэлы. Там, знаете, есть свои, ну, как бы, выгоды, проще расчеты идут, быстрее расчеты. А с Россией, знаете, еще и расчеты сложно делать. А потом Россия, как вы знаете, так и не вытащила свои рупии из Индии. Поэтому, в общем, такая история-то безумная. Она поставляет в Индию, деньги за это не получает. Ну, то есть, реально не получает деньги. И возникает сейчас безумная ситуация. Десятки миллиардов долларов, выраженные в рупиях, остаются в Индии. Их надо инвестировать в Индии, чтобы получить доходы в рупиях, которые опять в рупию, богу, в Россию взвернуть нельзя. При этом нефтяные компании с этих неполученных экспортных доходов должны платить налоги, как будто они их получили. Ну, то есть, ситуация невероятная. Центробанк все время публикует статистику, что растут активы российских компаний в зарубежных банках. То есть, вот, россияне продали нефть, а деньги не могут получить. Эти деньги остаются на счетах в зарубежных банках. Вот это как раз та самая история, когда ты выбираешь покупателей не с точки зрения выгоды, а с точки зрения хоть кто-нибудь, а потом как-нибудь разберемся. Вот это как раз то, что российская нефтяная промышленность. На авось, так сказать. Игорь Владимирович, а китайские банки, Китай действительно опасаются глобально американских санкций? Ну, у них очень много слабых точек. Смотрите, значит, вот, видно же, что, значит, Китай находится в такой очень сильной зависимости от американских, европейских рынков. И ущучить Китай довольно легко. Вот смотрите, сейчас американцы вводят пошлину на китайские автомобили сто процентов, да. Китай сразу начал дергаться, значит, европейцы как-то испугались, как только 25 процентов. Короче говоря, для Китая рынки Европы и США настолько важнее российского, что он, конечно, ссориться не хочет, а через банки выявить ненужные поставки, ненужные платежи можно, наказать китайские банки можно. А в Китае и так, знаете, не очень веселая экономическая ситуация, и там куча своих проблем. Если еще начнет рушиться экспорт, на котором до сих пор держится экономика Китая, то там уже в Китае начнется социальное недовольство, а в Китае социальное недовольство, это, знаете, страшнее, чем в России. Китайцы очень активны в политическом плане нации, они запросто выходят, запросто начинают все громить, и там, значит, революция может быть большая. Вообще Китай с политической точки зрения очень опасная страна, потому что там как бы экономические условия для политической нестабильность существует. Это вот, ну мы экономисты смотрим на политику через экономику, мы видим, что в Китае каждый пятый молодой человек, он безработный. Это напоминает, очень, знаете, ближневосточные страны, где были цветные революции, именно потому что было много безработной, безнадежной молодежи, которой нечего было терять, и которая пошла устраивать эти революции. Вот Китай, как ни смешно, в общем, в этом смысле угрожаемая страна. Поэтому ссорятся США и Европы, чтобы прекратился экспорт, чтобы остановились предприятия, и уволили еще среднего возраста людей, чтобы они дополнили молодежь и вместе пошли громить страну. Вот это, конечно, для Китая страшная угроза. Зато российский рынок для китайских автомобилей не то, что более чем открыт, а на распашку. Да, ну так Путин и же сказал, как красиво, как сказал, что китайцы в честной и конкурентной борьбе выиграли российские автомобили. Прелесть какая. Вот, а перед этим же выступал президент Автоваза Соколов и сказал, китайцы ведут нечестную конкуренцию против Автоваза, дают такие скидки, которые убивают Автоваз, спасите Автоваз от китайской экспансии. Президент послушал, сказал, да, и поехал, сказал, китайцы, заходите, миляги, мы вам откроем все дороги. Вот это как раз то, что ждет российский автомобильный рынок. Но это тоже, знаете, интересная история. Вот уже мы наблюдаем, как бы первый такой, как, знаете, как в винном бизнесе, после вкуса автоконтации российского рынка выяснилось, что машины-то завезли в Россию китайских тьмок, купили тьму, отломалась машина, теперь месяцами ходят пешком, потому что починить китайский автомобиль нельзя. Так что как там будет со спросом в дальнейшем, не знаю. Путин съездил, конечно, в Китай, вернулся он обратно, к сожалению, он не попал ни в какой туман, как президент Ирана Ибрагим Раиси, но тем не менее, может, там не последний раз туман, явление частое, природное. Словом, вернулся, и сила Сибири-2 так и осталась с немощью Путина-103, ну, от Апинамбури договорился, это, конечно, плюс. Вот, правда, Газпром, который так возлагал надежды на силу Сибири-2, сообщил, что у него тоже улучшение идет, займется изготовлением стиральных машинок. Это даже, ну, нам смешно, им, наверное, будет не очень. А что же так Китай не хочет все-таки впрягаться в более тесные газово-экономические отношения с российским диктатором? А у него, между прочим, резоны такие же, как у США. Они все хотят осуществить зеленый переход. И Китай, между прочим, этим занимается крайне активно. Вы поинтересуете статистикой Китай же является крупнейшим производителем этих фотоэлектрических панелей. И они очень активно этим занимаются, потому что в Китае есть страшная проблема экологии, сжигания топлива. Поэтому там с этим надо заниматься очень серьезно. И Китай в это вкладывается. Если будет больше газа, то там уже дешевого, столь дешевого российского, то энергоперехода нет. А Китай мыслит стратегически. И он понимает, что для победы в будущей экономике 21 века энергопереход нужен. И если ты производишь очень много панелей для внутреннего рынка, то, соответственно, ты можешь дешевле продавать панели для мирового рынка. Ты захватываешь, потому что работает эффект масштаба. Тут сложная экономическая химия работает, но надо в ней разбираться. Поэтому внутренний рынок это большая поддержка для дешевого экспорта. Ты часть затрат покрываешь внутри страны, поэтому экспортировать можешь дешевле. Это так называемая экономическая основа глобализации. И Китай это понимает. И дешевый российский газ это угроза этой концепции. У Китая тоже идут свои, кстати, наработки по добыче ископаемого топлива. Поэтому, в общем, китайцы не горят с желанием вводить не в силу Сибири, тем более, что у них у самих, ну, как бы, повторяю, ситуация с экономикой не очень хорошая, нестабильная. Более того, мы подозреваем, что вся статистика Китая ЛИПВ, только что был опубликован такой очень интересный график Народного валютного фонда, где видно, что по расчету МВФ Китай уже два года сидит в стагнации. То есть никакого роста по 5%, как репортери, сообщает руководство Китая, нету. Два года стагнации. Если я стагнирую в экономике, зачем мне дополнительное топливо? Поэтому не покупают. А вот это то, что Газпром начал заниматься производством стиральных машин, а вторую неделю успокоиться не могу. Это такой, это прогресс или это что даст? Как это покроете убытки, которые он сейчас несет, о котором мы с вами не единожды говорили? Да никак, это просто руководство Газпром пришло и сказал, пацаны, нам тоже что-нибудь отдайте, за башнями. Потом мы все в убытках, у них убытки 629 миллиардов рублей, как вы понимаете, производство стиральных машин такое не покроешь. А в следующем году у них убытки под триллион, вот они с горя пришли, попросили, вы тут у всех все отнимаете, всем раздаете, нам тоже что-нибудь дайте, но им дали с горя. Что из этого выйдет, скорее всего, ничего хорошего, потому что никакой такой компетенции хорошей для работы в этих рынках у людей в Газпроме нет. Газпром вообще структура такая очень специфическая, много чего про нее знают людей, которые там работали, и если говорят, что Россия коррумпированная страна, то думайте, Газпром внутренне не коррумпирует, ой, там коррупция на внутренних уровнях встречается. Там много чего интересного рассказывают люди, работающие в Газпроме. Поэтому, что они смогут запустить эффективное, прибыльное, масштабное производство бытовой техники на чужих мощностях, ну это, конечно, довольно сомнительно. Насколько печальна сейчас вообще ситуация в Газпроме? Есть ли какие-то цифры, говорящие о дальнейшем его регрессе? Ну, ситуация нехорошая, значит, потому что, повторяем, по этому году они показали 629 миллиардов убытков, по будущему году, значит, по данным самой же Государственной Думы, эти убытки достигнут триллиона, и, значит, мы идем к ситуации невероятной, когда Газпром придется датировать. Вообще, сейчас новая такая тема в российской экономике, все бегут в Минфин и говорят, дай дотации. Экономика сыпется, экономика начинает становиться все более убыточной, и все просят деньги, целая очередь уже стоят. Угольщики стоят за дотациями, Русал просит дотации, значит, Росгеология просит дотации, ну, я уж не знаю, да, авиация гражданская просит дотации, но вот теперь еще Газпром, и вообще будет непонятно, откуда взять на них на всех деньги, когда столько денег нужно на войну, значит, и снаряды. Поэтому, в общем, ситуация становится такой, ну, как бы, страна развернута в сторону войны, а внутри она начинает рушиться, и они пытаются отмахнуться, вот было сейчас очень такое показательное явление, там, значит, возникли проблемы с лифтами, я уже рассказывал эту историю, и вот сейчас, значит, ну, как бы, у 70 тысяч лифтов в домах России истек срок нормальной эксплуатации, ну, надо их заменять, чтобы там люди не падали, не погибали, ну, и что сделал правительство, сказал, да ладно, авось не упадут, мы вам еще лет на пять продлим срок эксплуатации, считайте, что у вас на пять лет новый лифт, и продолжайте роскошно ездить на этих лифтах, надеясь, что они с вами вместе не рухнут, но вот эта картина, куча проблем, аварийное жилье, изношенность ЖКХ, падающие лифты, это все беда, разрушающаяся здравоохранение, без лекарств и с медицинской техникой, которую непонятно, как чинить, потому что нельзя привезти запчасти, но это все внутренние проблемы, их правительство отодвигает в сторону, говорит, погодите, вот выиграем войну, займемся, но это надо еще выиграть войну. Игорь Владимирович, мы сейчас с вами ошибаемся, какую сторону, никто ничего никуда не отодвигает. Спасибо вам огромное от всей души за эту беседу, за ваши понятные объяснения на непростые темы, за вашу позицию, конечно же, и за то, что время находитесь для нас всегда бесценно. Благодарю, до новых встреч. До свидания. Игорь Владимирович Липсис, доктор экономических науки, профессор Бластвия, Ирина Узова. Продолжение следует...